Сейчас с особым удовольствием представляю нашего юного коллегу, я так понимаю, что для Юлии Александровны Богдановны это первая конференция, пожелаем ей удачи. Доклад у нас контекст первой публикации романа Бейн Аль-Касрейн, Нагиб Махуза, журнал Арисал Аль-Джидида в 1954-1956 годах. Юлия Александровна, пожалуйста. Большое спасибо, Елена Евгеньевна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Добрый вечер. Тоже буду демонстрировать экран. Я сейчас занимаюсь каирской трилогией Нагиба Махуза в литературном контексте 50-х годов, и для этого выступления я взяла самый узкий контекст появления этой трилогии. Это первая публикация, первая ее романа Бейн Аль-Касрейн, которая состоялась в журнале Арисал Аль-Джидида или Аль-Гадида. Публиковался роман с апреля 1954 по апрель 1956 года. Выходил он по несколько, обычно 2-3 главы. Вот так выглядят первые главы. Практически в каждом журнале была определенная часть этого романа. Всегда публиковалась с иллюстрацией, вот как мы здесь видим, повторяющий сюжет. То есть мы здесь видим главных героев, Ахмада Абдальгавада и Амину, его жену, которая его встречает в полночь. Таков сюжет первой главы. И, кроме того, в последующих главах также была вот такая рамочка, где написано, что было в предыдущих сериях, в предыдущих главах. Итак, журнал Арисал Аль-Джидида. Здесь я больше интересовалась такими околокультурными, дискуссионными вопросами. И в первую очередь тем, что связано с мнением главного редактора журнала Юсефа Асибауи на тот момент достаточно молодого прозаика, до его поста, будучи поста министром культуры, достаточно долгое время должно пройти. На экране первый выпуск этого журнала. В нем тоже был Бейн Аль-Касрейн, то есть он выпускался с первого по 25 номера. Это ежемесячный литературно-культурный журнал. Вот в данном слове главного редактора Юсефа Асибауи объясняет, почему он хотел, мечтал начать выпускать этот журнал. Он это объясняет ситуацией на литературном рынке, связанной с тем, что наблюдает определенную пустоту подобных журналов в это время. И хотел бы заполнить эту лакуну, которая тем более сильно заметна, что читателей и грамотных людей с каждым годом все больше становится. Также, несмотря на свою молодость, он не выступает неким революционером, он хочет себя, ну, он свой журнал этот хочет подать продолжателям традиций таких журналов, как «Аль-Хиляль» и «Аль-Муктатов», которые, кстати, в 1952 году, после более чем 70 лет, перестал публиковаться. Также он себя позиционирует определенным медиумом и свой журнал площадкой для высказывания различных мнений, литературных в первую очередь, но не только, надо сказать. Немножко о жанрах. В журнале художественная проза на самом деле занимала не такой большой процент всех статей. В основном это были, ну, здесь они называются «Кысос». Это как и рассказы «Кысос-Кысыра», так и части романа, как «Бейн-Аль-Фасрейн». Ну, большая часть это критические статьи «Тараат» и «Накда». Ну, также, разумеется, поэзия «Тараджим» — это биографии писателей. И, разумеется, эсцены самые разные темы — «Малдуат» и «Макалят». Также достаточно часто статьи о музыке выпускаются. И, как я сказала, Юсуф Асибай хотел бы быть своего рода посредником между авторами, между критиком и автором-писателем, между писателем и читателем. И литературная обстановка была такова, что вот эта площадка стала своего рода полем боя. Ну, «Марика» — так он называется во многих статьях. Действительно, споры достаточно жаркие проходили. И самые жаркие споры — это между критиками и писателями. Ну, естественно, человек мог быть и тем, и другим по отношению к разным темам. И в наиболее общем виде это сводится, ну, в частности, Валерия Николаевна Кирпиченко. И в целом, в том контексте это часто сводится к разногласиям между поколениями реалистов. Старых реалистов и новых реалистов, так называемых. Все это в кавычках. И это связано с критикой. Ну, о критике и о ее отношении говорится в этом журнале, начиная с самых первых номеров. Юсуф Асиба занимает позицию, скорее, настороженную по отношению к критикам. Но самый заметный спор вызван был интервью Саляма Мусы в номере четвертом в июле 1954 года, где он, помимо прочего, сказал, что среди наших современных писателей нет никого достойного упоминания. В следующем же номере вышла достаточно бурная реакция на это заявление. И сам Юсуф Асиба выразил активное несогласие. И, надо сказать, он в достаточно жестких выражениях даже говорил по отношению к критикам, называл их разрушителями, наглыми и не очень умными иногда. То есть это, с одной стороны, и молодой относительно прозаик так выступал, и, с другой стороны, была показана позиция мастодонтов египетской литературе, Тауфика Аль-Хакима и Аббаса Аля-Када. Тоже позиция несогласия, скажем так. Это, с одной стороны, такая вот жесткая позиция критика. С другой стороны, критика, может быть, естественно, и в положительном ключе. И вот здесь представлена, вероятно, одну из первых критических статей об самом Бейн-эль-Касрейн, авторства Махмуда Амина Аль-Алима. Он в этой статье в положительном ключе отмечает созданных персонажей и достоверность в отражении психологии людей. Также значительная часть статей посвящена пересказу того, что уже было напечатано. Это примерно середина первого романа вышла к этому моменту. И Нагиба Махфуза он относит к реалистам и к натурализму. Махмуд Амин Аль-Алим стал одним из лиц самого крупного спора среди прозаиков этого десятилетия, спора старых и молодых. Он, естественно, был представителем молодых. Вместе с Абдул-Азимом Анисом. Спор этот прошел вне журнала «Ресаль» и «Джадида», однако и в нем тоже был отражен. Суть спора была вот в чем. Аль-Алим и Анис выпускали ряд статей, где с позиции социологического метода в литературе ведения, как я бы сказала, рассматривали историю реалистического романа, не только его, а в целом культуры, но меня именно роман интересует, реалистического романа. И они разделили его на три стадии. В первую отнесли Таффу Хусейна, Таффик Аль-Хакима, во вторую – Нагиба Махфуза, и в третью – Абдурахмана Шахавы и его роман «Земля». И особенности этих романов они описывают, исходя из того класса, которому принадлежали эти писатели, и того исторического периода, когда они формировались как писатели, и то, какое отношение они имели к борьбе национально-освободительной, египетской. И Махфуз, как представитель среднего поколения, а также мелкой буржуазии каирской, у них, в их представлении, это такой более сомневающийся тип, и именно поэтому в его романах реалистического направления, по их мнению, не возникло такого героя национального освобождения. Для них, как для социалистов, это было весьма важно, одна из самых важных вещей, наряду с отражением чаяний народа и его жизни. Ну, надо сказать, что Юсеф Асибаи тут тоже придерживался позиции, скорее, предыдущего поколения. Вот мы видим, он оценивает данные критерии, данные критерии оценки литературы, как слишком узкие. И он, вслед за Тауфиком Аль-Хакимом, говорит, что такие критики читают литературу не чтобы понять позицию автора и позицию этого произведения, а чтобы высказать собственные теории. Ну, надо сказать, что также что позиция старшего поколения тоже достаточно часто высказывалась в этом журнале Ресаля Джадзида. Так, например, ну, несколько статей Тауфика Аль-Хакима о том, какой он видит литературу, какой она должна быть. И, например, в номере 8 января 55-го года он публиковал статью о наставлении молодым прозаикам, где, в частности, говорил о том, что наилучший прозаик, он должен обладать убедительностью, гуманностью и некой объективностью в том, что касается рассмотрения разных слоев общества, египетского народа и соответствия жизни и нуждам этого народа. И в этом, я должна сказать, позиция реалистов старых и молодых полностью совпадает. Ну, помимо разговора о герое и об общественных слоях, также внутри этого спора велись разногласия, внутри этого спора были разногласия об языке, об использовании диалекта в литературных произведениях. Ну, естественно, что социалистически направленные критики были за то, чтобы он использовался в диалогах, в романах и рассказах. Йосеф Асибай в этом был согласен с ними. И, кстати говоря, Аль-Алим критиковал Махфуз за то, что он не прибегает к Амии, что он на литературном языке пишет целиком свой роман. С некой иронией он замечал, что это потому, что Нагиб Махфуз хочет получить литературную премию лингвистического общества, общества арабского языка. И Йосеф Асибай вот в этой статье, например, тоже с иронией отзывается от этой премии. и считает ее бесполезной, скажем так, не влияющей на литературный контекст. Но кроме спора об диалекте и литературном, также высказывалась некая позиция по отношению к литературному языку и его реформированию. Йосеф Асибай тут достаточно радикален. Он предлагал реформы, как в плане графики, вот мы можем видеть, убрать некоторые харфы из написания, так и в плане грамматики предлагал убрать бойственное число, убрать и облегчить, не убрать, конечно, облегчить иараб, обосновывая это позицией учителей арабского языка, который тоже приводился в журнале. Помимо этого в журнале публиковались статьи об различных течениях. Экзистенциализм наиболее интересовал писателей в то время, однако в основном все ограничивалось переводами Керкигора, Сартра Камю и статьями на тему их творчества и их философии. Именно в саму литературу он вошел несколько позднее. На примере Махуза мы видим это уже 60-е. Также 10-й номер был целиком посвящен экзистенциализму, как и 16-й номер был посвящен романтизму. Вот в частности статья о Лермонтове здесь представлена. Также в журнале были некоторые открытые письма властям. Юсуф Асиба например призывал создавать определенные просил президента Гамаль Абдонасора финансировать определенные проекты. Что-то неуспешно как проект «Тысяча книг» и совет по интеллектуальному производству, а что-то в итоге было создано как общество литераторов по главе с Ахахусейном. И если обобщить, то хотел бы сказать, что здесь мы видим, реализм доминировал в тот момент и в частности споры старых и молодых, несмотря на яркую эмоциональную окраску этого спора, тем не менее не было разногласия по поводу того, ради чего создается литература и какой… но немного было разногласия о том, какой она должна быть. Вот. И журнал был неким правоозвестником прихода различных модернистских тенденций посредством переводов и обсуждений. Также в заключении хотел бы порекомендовать коллегам архив, откуда я взяла эти журналы. Вот он на экране изображен. В нем журналы с XIX века до наших дней оцифрованы со всех арабских стран и даже не только. В общем, прекрасный ресурс. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Юлия Александровна, за такой замечательный интересный доклад. Коллеги, вопросы какие есть? Пожалуйста. Так, можно? Пожалуйста. Вот, очень интересная тема и, на мой взгляд, уже вот прошло полвека и даже больше, она остается как проблема не только в египетской литературе и не только в литературе, но и для всего арабского мира. И вот сейчас Юлия Александровна очень хорошо показала, как активно участвовала общественность арабская в 50-е годы в обсуждении этих вопросов. в настоящее время надо, наверное, сравнить с современным периодом. Изменилась ли позиция или она меняется в разных частях арабского мира. в 50-е годы она в общем казалась более общей, касалась не только египетской литературы, но и литературы других передовых арабских стран. В настоящее время ситуация возможно изменилась, так что вот исследования как арабской литературы современной, так и проблемы языка, какой язык общеарабский литературный или язык народный, будем так говорить условно, вот эта проблема в общем как была, ну и наверное остается и на сегодня очень актуальной. спасибо. Еще вопросы или высказывания? Так, тогда если позволите, я несколько слов скажу. Вы знаете, мне очень интересен был вот ракурс, с которым вы подходите к творчеству Нагиба Махуза, потому что ну на самом деле ему посвящено, вы сами понимаете, единственный нобелевский лауреат нашей арабской литературы, ему посвящено очень много исследований, и вот ваше стремление дать вот такую историко- литературную канву, историко- литературный ракурс, мне кажется, это очень перспективно и очень интересно. Вот, ну а по поводу языка и диалекта, я вот тоже готовюсь к докладу, который, надеюсь, вам представлю, у меня там тоже произведение на литературном языке, но в предисловии авторы, естественно, используют диалект, чтобы попередать разговор. Вообще, использование диалекта в литературе, в принципе, в частности, в арабской, мне кажется, связано с такой вот нашей универсалией, как речевая характеристика героя. Поэтому вот мне кажется, что в таком ракурсе использование диалекта очень перспективно. Даже когда там человек, убирающий улицу, начинает говорить на чистом арабском литературном языке, это кажется очень странным. Это так некоторые мои. Так, еще у нас есть какие-то высказывания, вопросы? Нет. Я хотела сказать про вот это, про то, что вы сказали, как раз, что действительно это замечали как раз-таки критики того, что Мафуз использует, но они используют только литературный. Они считали это потому, что он как бы не принадлежа к слою низов, то есть он выходец из буржуазии, они говорили, что он как бы отстранялся таким образом от них и предлагал более объективный взгляд вот этого всеведущего рассказчика. Ну, на самом деле вот есть еще такой писатель замечательный, которого я очень люблю, это Гасан Канафани, палестинский писатель. У него есть пьесы, и в частности вот одна радиопьеса «Аль-Диссер иль-Аль-Абад» «Мост в вечность», написан на чистом литературном языке, но настолько просто выстроены вот эти диалоги, что производят впечатление вот вполне разговорной речи. Такие опыты у нас тоже были. Спасибо большое. Я хочу пожелать от всех нас Юлии Александровне дальнейших успехов в ее исследованиях. Спасибо.